Всем привет, и сегодня я вам покажу партию, где белые красиво побеждают с отдачей ферзя, а также с матом за два хода. Давайте начнём. Белые начали партию ходом Е4, далее чёрные ответили Д5. Скандинавская защита, происходит взятие, ферзь Д5, белый играет конь С3, напали на ферзя, ну и далее чёрный ферзь может отойти на Д8, на Д6, ну и самый сильный ход отойти на А5. Как и произошло в партии, чёрные отошли на А5, далее белый играет Д4, хотят поскорее захватить центр, чёрный играет С6, и тут белый ставит своего слона на поле С4. Далее чёрный играет Ж6, хотят поставить своего слона на длинную диагональ, чёрный поле его слона поставить на Ж7, далее белый поставили коня на Ф3. Чёрный играет слон Ж7, ферзь Д2 играет белый, хотят дальнейшим смотреть рентгеном на чёрного короля, ну и поскорее его замотовать. И в этой позиции чёрный играет конь Ф6, после чего белый играет слон Ж5, напали на чёрного коня на Ф6, чёрный делает рокировку, ну и в этой позиции какие есть ходы у белых. И если в этой позиции можно было бы забрать за белых Ф7, ну и поскорее победить, но на самом деле белые сыграли иначе, ну давайте посмотрим ход Ф7. После Ф7, да, чёрный могут сыграть ладья Е8, кажется, что ферзь связан, ну и просто чёрный остаётся с лишним ферзём, и белые просто могут сдаваться. Но дело в том, что пешка на Ф7-то слабая, и белые могут сыграть слона Ф7 в шах, ну и после короля Х8 просто забрать ладью и поскорее победить. Но в этой позиции белые сделали длинную рокировку, после чего чёрный играет Б5, напали на слона, ну и в этой позиции белые отходят слоном на Б3, после чего чёрный играет конь А6, хотят поскорее заматывать нашего короля, хотят поставить коня на Б4, ну и в дальнейшем в каких-то ходах забрать конь А2. Далее белые играют слона Ф4, чёрный играет слон Б7, и тут белые сыграли Х4, хотят провести пешку А6 до конца, ну и поскорее заматывать короля. Далее чёрный играет конь Д7, после чего белый играет Ж4, хотят провести также пешку Ж до конца, но далее чёрный играет ладья Ф8, и в этой позиции белый жертвует слона играет слона Ф7 в шах. Понятное дело, что если отойти королём на А8, то мы просто забираем слон Е8, и остаёмся с лишней ладьёй, и за это позиции слона Ф7, чёрные забрали короля Ф7, после чего белый делает вторую красивую жертву, играет Ф6 в шах. Приходится забирать, если отойти на Е8, то мы просто играем конь Ж5, и видим то, что грозит мат Ф7, и от него никак не защититься, даже если включить стоквиш, стоквиш показывает то, что просто нужно играть Б4, просто уже нет защиты от мата Ф7, Просто приходится играть Б4, ну и после чего мы можем поставить мат конь Х7, либо же ферзь Ф7, шах и мат. И за это после ферзи 6 шах, чёрный король забирает нашу ферзя, играет король Е6, далее мы играем конь Ж5, делаем шах, единственное поле для отступления у чёрного короля это Ф6, мы играем конь Е4, шах и мат. Вот так вот дорогие друзья, сегодня решил вам показать вот такую вот красивую партию, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал за такую красивую партию. Спасибо, что досмотрели видео до конца, всем удачи и всем пока.